Аня и Максим участники команды Огурцы Инкорпорейтед. Они приехали из Железногорска Красноярского края, пройдя все отборочные туры, в которых приняли участие более трех тысяч школьников со всей страны. Команда Огурцы Инкорпорейтед, как и другие финалисты Всероссийской Олимпиады национальной технологической инициативы, разрабатывали приложение для виртуальных уроков физики. Заданием довольны – визуализировать закон кулона. Однако и здесь нашли интересный способ выделиться и запомниться. Да, у нас есть свои фишечки. Например, у нас сзади, на задней стене, можно увидеть плакаты ДВФУ, плакат НТИ, плакат с кулоном и плакат с логотипом нашей команды. Ну, собственно говоря, каждая команда оформляет свою работу по-своему. Есть задания на графический интерфейс, которые каждая команда делает в силу своих возможностей и вкусов. Вообще задание было довольно техническое, и это хорошо, потому что исключен субъективизм из проверки. То есть, если бы всем сказали, делайте, что хотите, то было бы сложно проверять. У каждого жюри разные вкусы, и поэтому очень хорошо то, что у нас у всех примерно одинаковый проект. Меньше чем за три дня команды разрабатывали виртуальные лабораторные занятия по физике. С помощью приложения для очков виртуальной реальности школьники визуализируют закон кулона, как притягиваются или отталкиваются положительные и отрицательные электроны. Главное для ребят – наглядно показать работу закона в трехмерном пространстве. Многие ребята справились с заданием прям замечательно. У них даже осталось еще время добавить какой-то дополнительный функционал, который улучшает именно визуальное восприятие процесса. Некоторые ребята справились умеренно. Ну, нет, на самом деле общий уровень достаточно высокий. Оценивала работы финалистов команды экспертов, которую возглавлял Рустам. Эти ребята, так же, как и участники, приехали из разных городов. Наташа Флокси из Санкт-Петербурга занимается симуляцией виртуальной и дополненной реальности. Ее задача – оценить, как прорабатывают финалисты дополнительные элементы, которые позволят пользователю чувствовать себя в виртуальном мире максимально комфортно. Я с точки зрения визуальства могу сказать, что все справились с заданием. Я уже все посмотрела. Есть явные фавориты. Но, опять же, за счет того, что графика настроена лучше, физика работает лучше внутри виртуальной реальности. Но с заданием справились все. Основная задача экспертов – оценить лучшие работы по всем критериям. Ведь цель Олимпиады – поиск и развитие талантов для национально-технологической инициативы, программы по созданию новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России уже к 2035 году. Но пока по силам создать образовательное приложение, которое в будущем можно будет использовать на лабораторных занятиях в школе. С учетом того, насколько трудно на самом деле сейчас в школе содержать физическую или химическую лабораторию со всеми положенными приборами и реактивами, перевод этой области в виртуальность может быть действительно перспективной историей. Олимпиада национально-технологической инициативы проводится с 2015 года по 17 профилям, связанным с приоритетными направлениями научно-технического развития Российской Федерации. В 2018 году на участие в соревнованиях претендовали 20 тысяч школьников из 85 регионов России. Победители и призеры получат 100 баллов ЕГЭ по математике, информатике или физике при поступлении в российские вузы. Олимпиада НТИ дает шанс талантливым ребятам на горизонте 3-5 лет стать лидерами в области VR. И создать новый виртуальный мир, в который всем захочется попасть и попробовать его безграничные возможности. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.